В Красноярске разгорается очередной скандал, связанный с управляющей компанией ЖСК. Конфликты жителей домов в разных районах города, которые хотят уйти от этой управляющей компании в новую, длятся уже не первый год. Только в 2020-м из-под управления ЖСК решили выйти несколько десятков домов. На этот раз претензии возникли у жильцов дома 39 по улице Ладуги-Схавели. Люди приняли решение сменить управляющую компанию, но, как выяснилось, битва за дом в самом разгаре. Уважаемые собственники, кто подписывал решение за переход в комплекс? Это молодая, маленькая управляющая компания, у которой находится в управлении 5 домов. Вы действительно хотите туда перейти своим большим домом? Вы уже проголосовали за это? С 2016 года многоэтажку на Ладуги-Схавели обслуживает управляющая компания ЖСК. Жильцы негодуют, за домом не следят, просьбы жителей не слышат. Поэтому они и решили управляющую компанию сменить. Тут половину людей, наверное, уже без разницы, куда переходить, лишь бы не ЖСК. Потому что абсолютное бездействие ЖСК и увод денег не оставляет у нас другого выбора. В последнее время они делали абсолютно ничего в доме. Даже элементарно, к Новому году поставить елку, как в других домах делается нормальным управляющим компанией, чтобы получили отказ, самостоятельно пошли. Со слов людей, обязанности свои по надлежащему содержанию дома прежняя управляющая компания не исполняет давно. Смотрите, какие внутренние двери, они все разбиты. Говорят, в доме элементарно, полгода не убирают в подъездах. А пандусы для маломобильных граждан пришлось делать силами совета дома. Почему ремонт межфанельных швов не проводился? Межфанельные швы? Если бы температура позволяла сделать... Подождите, вы же сначала говорите... Было лето, лето было. Несколько месяцев жильцы дома собирали подписи, получили большинство голосов за смену управляющей компании. Но накануне вечером с удивлением узнали. Во дворе дома кто-то неизвестный собирает собрание, на котором предлагает отменить решение о переходе в другую управляющую компанию. В результате конфликт и довольно серьезные обвинения. Первый момент, да, про 9 миллионов я сказал, при переходе мы их потеряли. А второй момент, это просто были сфальсифицированы протоколы совета дома, уже когда, ну, будучи в УКЖСК, да. И в доме проведен текущий ремонт, ну, вы его там можете сами потом оценить, какой. Были списаны там 4,5 миллиона рублей. Мы обратились за пояснениями в УКЖСК и вот как в компании пояснили ситуацию. Жители дома по адресу Кисковель 39 разделились на два лагеря. Одни намерены сменить управляющую компанию, другие наставят на том, чтобы продолжить свое сотрудничество. Мы настроены на диалог и сотрудничество с собственниками жилья. То мы намерены способствовать комфорту их дальнейшего проживания. В доме были отремонтированы все подъезды, заменены все тамбурные двери, утеплены межпанельные швы. Отмечу, подобные споры не на вы желание отказаться от услуг одной управляющей компании и перейти в другую. Не первый год высказывают жители домов в самых разных районах Красноярска. Только в 2020-м из-под управления, например, той же ЖСК решили выйти несколько десятков домов. Сколько таких в 2021-м управляющей компании ЖСК нам не сообщили. Примерно через 6 минут мы вернемся к жилищно-коммунальной теме. И с гостем в студии поговорим о том, как сделать платежки за услуги более прозрачными и понятными. И чем грозит жильцам их непрозрачность. Продолжение следует...